Что самое страшное для данных? Как главная угроза? Прокладка между экраном и стулом. Самый страшный зверь – это пользователь. Что запретет пользователю, предусмотреть очень тяжело. Невозможно. Нужно. Каким образом можно заставить нашего вредителя за правилатурой не портить данные? Смотрите, с чем это делать. Ну, работать надо. Может, пусть телевизор с нами ничего не портится. Если он все там что-то пытается делать. Сказать ему, что он может плачь только эту. Это болитает от СБР ровно через 30 секунд. У него успеете отвернуться. Правда? Прежде не делается. Не помогает даже распечатывание инструкции. Надо проклеить на центре экрана. Но можно не включать монитор, тоже хорошо. Нет, мы есть организационное мероприятие, но мы ждем от информации далеко. Да. В администрировании. Причем инсистентное. Аплицейская. Что можно сделать? Можно сделать копию этой информации вместо недостатков. Это безусловно. Это безусловно. Но все равно потребуется время для ее восстановления, если она что-нибудь снесет. Потому что, если, скажем, пользователь внес сбой в базу размером в 30 гигабайт, вы ее за 5 минут не восстановите. Даже если у вас есть рабочие копии. Опять же, остальные пользователи скажут спасибо за то, что с утра до обеда они работали в холостом. А когда вы пишете программу, вы ввод данных пользователя как делаете? Просто готовим. Хорошо. Что он вводит? То есть вы просто считаете все, что он там наколотил? Нет. Ну, как бы, так сложно. Какое условие? Разумность. Ну, это не всегда применимо. Разумность бывает разный. Формат ввода и маска ввода. То есть, если вы хотите, чтобы у вас в программу была внесена дата, вы ее задаете в формате месяц, ну, неважно, там, день, год, без разницы, можете день, месяц, год, как вам больше нравится. И вы не разрешаете вводить сюда никакие буквы. Никаких букв, здесь только цифры. Никаких точек. Вам вместо точек поставят запятую, и что вы будете делать? Ну, на самом деле, есть примеры, когда с этим хорошо уходят. Есть. Ну, это уже... Идет усложнение. Чем меньше пользователь может, тем оно лучше. Можно разбирать строку, можно делать все, что угодно, но это просто. Если вы пишете, скажем, код какого-нибудь интернет-магазина и просите пользователя ввести данные о возрасте по состоянию на сегодня, 2013 год, можно ли здесь предварительно заполнить некоторые поляшки и отбежать выполнительные ошибки? Какие? Какие? Месяц, ну, месяц, день, год и сегодняшний, простая. И месяц. Подчеркиваю, данные пользователя интернет-магазина. То есть, чтобы он ничего не оптимизовал. Когда вы пишете сегодня, совершенно верно, вы можете предположить, что человек, которому он вспомнил 18 лет, родился в прошлом 1000 лет. Логично? Да. Поэтому здесь мы можем совершенно смело поставить 1900. Сегодня, через несколько лет, это уже устареет. Поэтому ваша страховка сегодня может превратиться в бомбу через 5 лет. Но вы уже забыли про эту разработку, вы уже занимаетесь давно чем-то другим, а у ЛИН начинается проблемой. Они не могут вести свою правильную подпись. Поэтому, когда вы создаёте маски предварительные... Ну, допустим, маску можно взять и удалить. Изменить. Ну, хорошо, если у вас программа так написана. То есть, всякое бывает. Ну, в процессе ввода сразу можно, если маска подходит, то отставить не подходит, то... Погласен. Изменить не будет. Погласен. Размер, ну... Ну, размер мы его задаем, чтобы нам денется. Вы критерием информации, может быть? Верность. Достоверность. От чего она сможет зависеть? Современный момент, правильный момент или нет. Можем мы это как-то проверить, как-то контролировать? Ну, практически нет. Если человек сам не любит ерунду, то... То можно просто мы ей подать. Смысл это нет. Нет, безотносительных магазинов. Предположим, какой-то офис, где сидят на месте, что-то там делают. Или там оператор не технической установки. Какой еще критерий? Предположим, что они добросовестные пользователи. Они ничего специального не хотят пользоваться. Человеку свойство ошибаться. Актуальность данных. Во! Актуальность данных. Данные, которые вносятся в систему, должны быть своевременными. Работал в актуаловной конторе, там был целый отдел актуализации нормативной документации. Потому что выходили десятки охраняющих документов в неделю. Можно было опираться на старые документы, скажем, тормознуть завод. Чем это вернется? Подносим нашим. Актуальность. Как мы можем проверить актуальность информации? Когда она была в дистанции? Ну, мы имеем дату пола. Когда человек сел за компьютером. Но мы можем проверить, например, на разумность. Скажем, если у нас, ну, скажем, приход топлива на заправке, было там 10 тонн, а на выходе всей операции у нас получилось 8, мы предположим, что что-то приводит на портальщик. Поскольку эта процедура не может приводить к уменьшению запасов получения топлива. Но запасы стало меньше. Можно такое делать? Нет. Это все можно проконтролировать. Это нужно проконтролировать, потому что иначе начиняется ерунда. И хорошо, если это вот так все просто, это максимум действий. Вот есть еще. Вы понимали, это правда на бумаге, это не компьютерная вещь. Врач писал визировку препарата для укола ребенка. Я не знаю, отвлекся или нет, ошибся в запятые. В 10 раз. В 10 раз. Визировка была превышена в 10 раз. Хуже того, это попадало в рамки предельно допустимой визировки. И медсестра могла бы это вколоть. Неизвестные последствия. Это критерий разумности информации. Как его организовать в каждом конкретном случае, сказать сложно. Как правило, это нужно смотреть по манипуляторе того. Скажем, если вы что-то продаете, можно задавать пользователю вопрос, вы точно хотите вот это и это вместе. Потому что бывает заказ, например, на материнскую плату с одним типом разъема и на процессор с другим типом разъема. Проверить это и задать дополнительный вопрос вредно не будет. В избежании будущих проблем. Как еще можем проверить пользователи в процессе ввода? По опыту очень мощный способ. В сравнении с массивом хорошая информация уже имеющаяся. А можно спросить, что это какое сегодня было? Ну, это отсеять кровью на сумасшедших. Ну, на всякий случай. Ну, хорошо, вариант. Ну, спасибо, надо идти к ней информации уже проверить не так. Хорошо сравнить. Критерий подобия еще надо идти. Ну, вы сейчас придумаете. Что еще можно сделать? Подсмучение ошибки, как застраховаться. Переспросить. Совершенно верно. Повторно запросить вот одно и то же информацию. Но тут, конечно, нужно не переборщить. Когда я два раза просил подтвердить пароль, это отман. А когда пять раз спрашивают дату рождения, уже возникают вопросы к одной программе. Почему она зацепилась? Да. Нет, ну почему она спрашивает несколько раз? Как еще можно предотвратить ляп со стороны пользователя, который сидит за клавиатурой? Что ему еще можно запретить? Пользоваться. Но пользоваться клавиатурой он ему не запретить. Ну, решки. Не поймет. Скрытый актиданок. Ну, как вариант. Пользователь не должен видеть источника данных. Никогда. То есть прямого доступа к источнику данных рабочей программы у него быть не должно быть. То есть, если у вас, предположим, какая-то там база данных, вот пользовательская программа обращается к серверу, но никогда, ни при каких условиях пользователь, скажем, из проводника, не должен видеть этих папок. Это часто люди делают, когда начинают работать, открывают полный доступ к диску сервера, типа так удобнее. Впоследствии трудно представить. Впоследствии могут быть любые люди заходят на диск Z и с удовольствием сносят там папку Windows. У меня же есть на C. Что происходит в этот момент с сервером? В лучшем случае падает. В лучшем он начинает вести себя непредсказуемо. Все не вытекающие последствия. Доступ к источнику данных только от программы, но никогда от пользователя. Так может быть только на чтение, допустим. Ну, если вы можете... А если записать только определенную папку, а потом оттуда умный человек в нужный... Будет перекладывать, да? Да, перекладывать. Куда надо. Ну, это программа, которая переваляет на разумность. Ну, а почему это не сделать в процессе ввода? Ну, можно и так. Умного человека, конечно, посадить можно. Хорошо, если у вас пять человек пользователей и уходим умным. А если их пятьсот? Ну, давай. Какая-то не пакет, это просто дорого. Нужно их сделать умным. Это безнадежно. Ну, как? Мы вообще добивали под 200 человек довольно сложную структурированную информацию, вносили более-менее безошибочно, правильно. Сколько это занимало времени? Это заняло пять лет выстраивания бизнеса. Это разработка инструментов. Это каждому в любой момент доступен хелп по каждому атрибуту. И строжайшие инструкции. Куда нужно? Ну, проверка, оценка этих самых. Пять лет. Это неустраиванный бизнес. Зато так можно заработать бизнес. А за ввод мартышками никто не заплатит. Ну, опять же, я не думаю, что у вас пользователь абсолютно свободно более информации. Не-не, выбираешь из доступного. Убираешь из доступного. Значит, уносить их можно. О, а может это были варианты сделать? Про варианты. Правильно. Скажем, с 1960-го, 2002-го. или, скажем, если набирается заказ на компьютер, то после выбора какого-нибудь сокета, скажем, 36-го, он был. Дальше мы подбираем процессор только из этого ряда. Конисия. То есть, мы программируем действия пользователя. Сужаем ему в рамки выбора, загоняем его туда, откуда ошибаться сложно. Ну, туда, куда ему нужно, где он уже не наделает ошибок. Соответственно, мы выбором процессора мы ему подсовываем список подходящих к устройству охлаждения, основываясь там на сокете и мощности процессора. Чтобы он не натик. Почему? Еще раз признал. Ну, здесь уже не обязательно, потому что не дадим ему возможности сэкономить, выбрав недостаточно мощную систему охлаждения. Просто отсекаем. Так что он захочет и сможет спалить новокупленный процессор. Как тут спалят? Магазин-то наоборот все и купит. Ну, на самом деле это трудно доказуемо. Когда он приходит в гарантию, говорит у меня сгорело, ему говоришь систему охлаждения купили, а я другую спалю. Попробуй вот такую. И поди проверим. Понимаешь? При более-менее одинаковом уровне цен в разных магазинах. У тебя пользователь где будет покупать? Где он чувствует, что о нем заботится, ему подсказывают, ему предотвращают его ляп, который будет ему стоить временный денег. И люди скажут, да бери что-нибудь из кучи. По неправлению. Ну, это только либо совсем на цене торговать, либо себе убыток пойдет. То есть, конечно, когда рынок не жесткий, ты можешь себе позволить покупателю плохо обращаться. Ну, да, конечно. А тогда цена на пределе, да, тогда... Пользователю лучше всего водить за ручку. Лучше всего водить за ручку. Потому что среднестатистические пользователи на входе это катастрофа. Возможно, когда-то все будут грамотные, но и описанных нарушения.